Программа рассчитана на 5 лет, с 2017 по 2021 годах. Объем средств, которые планируются привлечь на выполнение программы, составляет 50 миллионов гривен на 5 лет, то есть по 10 миллионов гривен в год со средств городского бюджета. Программа предусматривает введение конкурса среди СМД города по реализации подготовленных ими проектов путем совместного финансирования. Вложение средств городского бюджета, но при обязательном участии совладельцев. Реализация программных задач за счет средств городского бюджета и средств СМД проводятся в таком процентном соглашении. Капитальный ремонт крыши – 70% за счет городского бюджета, 30% за счет средств СМД. Капитальный ремонт и плановая модернизация лифтов – 95% за счет городского бюджета, 5% за счет средств УСМД. Капитальный ремонт внутренних систем темпо-фотоэлектроснабжения 70 на 30. Капитальный ремонт асфальтно-бетонного покрытия пешеходных дорожек 90 на 10. Капитальный ремонт спортивных и детских площадок 70 на 30. А мероприятия, связанные с энергоэффективностью домов, это утепление торцов, крыш, замена оков и других мероприятий, будут производиться в таком соотношении. Материалы закупаются за счет УСМД, а работы проводятся за счет средств городского бюджета. Финансирование из городского бюджета УСМД осуществляется один раз в год с ограничением в сумме 700 тысяч гривен. То есть одно УСМД может обратиться с реализацией одного проекта не больше одного раза в год. Поданные проекты рассматриваются в конкурсной комиссии. В порядке очередности поступления заявлений за исключением случаев, имеющих срочный характер, когда комиссия обсуждалась, мы добавили программу. Отобранные комиссии проекты выносятся на утверждение городского совета. Комиссия и склад комиссии, положение про него будет отдельно утверждаться либо на исполкоме, либо на сессии, мы уже посмотрим, как юридически это правильнее будет сделать. Координация и контроль за использованием средств городского бюджета полагается на управление экономики согласно установленного порядка предоставления финансовой помощи. Этот порядок изложен в додатке 2, полностью очередность, поэтапность. Додатком определена проектная заявка, чтобы не было вопроса по какой, как подавать документацию. В принципе, как бы все пути, все этапы финансирования управление экономики выступает главным распределением средств, ОСНД выступает получательным средств, ОСНД открывает счет органов державного казначейства, государственного казначейства и средства на реализацию проекта при финансировании уходит непосредственно со счетов казначейских на счетах организаций, которые выполнены не работают. И проектные заявки исключительно утверждены программами направлений. То есть они определяют сами, вот в одном году, какие у них более насущные проблемы по дому. То ли им крышу нужно отремонтировать, то ли им окна надо поменять, то ли им лифт нужно сделать. Все проектные заявки аккумулируются в управлении экономики. В определенный срок мы их собираем, подаем на рассмотрение конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия в течение месяца рассматривает приоритетность. Все критерии отбора заявок будут выложены в положение. про конкурсную комиссию. То есть наиболее насущные проблемы в рамках финансирования программы будут отобраны и предоставлены для финансирования. После этого на основании протокола конкурсной комиссии в управлении экономики будут подготовлены конкретные заходы, которые будут вынесены на сенсию по адресам. И будут утверждены сначала сессия городского совета, только после этого будут готовиться бюджетный запад и выделяться деньги на финансирование. Но предложение будет давать ОСМД. А сколько вопросов заявку будет давать ОСМД? Кто-то из кодеков сказал, я Волган, вы выбрали, что выработает в Маяковск. А я на Молган. Такой вопрос. Ну, теоретически это выглядит как бы все красиво. А вот практически, как оно будет осуществляться все это? Завтра у нас подстройматериалы, расходная часть подорожает в два раза. Мы так и будем получать 10 миллионов ОСМД? Или мы будем... Пока, да. Несем изменения. Мы можем нести изменения, да, и поднять... Нет, по каждому факту не будем на сенсии. Как инцент инфляции может быть для подобных... Ну, оно на самом деле так и есть. Материалы дорожают постоянно. Да, и через год этих 10 миллионов... Быстрее делать будем. Да, грамму внесем из изменений. Дальше. Я хочу сказать следующее. Чтобы вы правильно заметили, что в случае с ОСМД, государство, Верховный Совет принято, что в очередной раз, людей, в очередной раз интерес к людей не учло никоим образом. Но это абсолютно не справляет нас за ответственностью, потому что мы здесь, как орган местного самоуправления, должны подойти к этому вопросу крайне серьезно. И выделить надлежащий объем средств для того, чтобы решить эту проблему. У меня... Мы дискутировали по этому вопросу буквально вчера. Вот это закончилось ничем. Я хочу, чтобы все депутаты на сегодняшний день понимали, что эти 50 миллионов за 5 лет, это первое, первое, что неправильно, это то, что это экономически необоснованная цифра. И это признает сам начальник управления экономики, сказав мне, что это признало вчера, у нас есть, вы можете потом в последствии поставить, в этой дискуссии. Но бог с ним. Суть даже не в этом. У нас до этого было заявлено Евгением Николаевичем, есть представители, директора УСМД, которые слышали о том, что лифты мы будем делать людям отдельно за 100% бюджета. И все об этом знают. На сегодняшний день, включая лифты в эту программу, мы съедаем практически все эти деньги, которые нужны у УСМД для того, чтобы как-то поблатать свои дома. Еще один аргумент приводил опять господин Иглотовский о том, что ранее, будучи на должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, этих 10 миллионов ему хватало на жилищный фонд. Если этих 10 миллионов хватало, почему наш жилищный фонд сегодня нуждается в том, чтобы мы его, извините, заображение ремонтировали и приводили в соответствие для того, чтобы УСМД могли нормально работать с минимальными задачами. И тот вопрос, который затронул Фенаги Буглака, он тоже имеет место пыль на секундочку. С нынешними темпами инфляции эти 10 миллионов, они вообще превращаются ни во что. Я считаю, что у нас такой бюджетный сводич, что мы можем себе позволить финансировать больших объемов УСМД раз. И два обязанных, потому что два вопроса, которые стоят на повеске у любого человека, это что есть, где жить и как жить в нормальных условиях. Вот и все. Я хочу поблагодарить городскую власть, что то, что весной только обсуждалось и надеялись, сейчас уже обсуждается как программа. Подчеркиваю, как программа, то есть намерения. И дальше будет, конечно же, много нюансов и реализации программы. Я не знаю, сколько городов в Украине, но сколько? Четыре. Нет, сколько городов вообще в Украине. А, где это нужно? Я так понимаю, наш город четвертый, кто вообще такую программу принимает. И слава Богу, что она есть, слава Богу, что есть средства, и слава Богу, что будет мотивация создавать УСМД и иметь какие-то буквенные средства на ремонт жилого фонда и на другие целевые вещи. Теперь, что касается стопроцентного ремонта лифта, никто не виноват, что Кабинет Министров в своей постанове написал софинансирование. Другого инструмента не существует. Кабинет Министров нам не запрещает. А это финансы, это уголовно-рущина, это нельзя. Владимир Николаевич, у СМД, у СМД это не государственное предприятие. Софинансирование может быть делом и 99 на 1%. Мы даем 95. Я согласен со всеми, кто выяснился. Прошу еще раз все-таки подчеркнуть, что эта программа передовая очень нужная и слава Богу, что мы этой программе конкретно по тексту, я думаю, что мы как программу можем еще подкорректировать, поменять. Но сейчас предлагаем додатки до заявки внести там, где по штористный разракунок, да, дефектный акт, потому что это будет легче работать на проектные заявки. Дефектный акт нужен, легче комиссии конкурсной понять, достаточные там меры по ремонту чего-то, либо недостаточно. Это обязательно нужно делать. Потом я бы хотел в общем рассказать. По закону, который Наталья сказала, по ОСМД, в этом законе предусмотрено три формы управления домом. Три формы, которые мы переведем. Это управителям, это объединением согласников без создания юрлица, у нас такой дом есть уже. И это ОСМД, там, где юрлицо, где вот этой программе мы можем помочь, заохотить их, сделать для них, улучшить их дом, вот эту приличную сумму в 10 миллионов. Но мы сегодня на сессии с вами приняли программу реформования и розвитку житлово-комнатного господарства до 19-го розвитка и программу энергосберегающих технологий до 20-го. Я считаю, что нужно искать какие-то возможности. Эти программы, которые, некоторые вещи в этих программах по 5-6 лет они передвигаются, потому что появляются новые, более важные вещи. Допустим, вот сейчас появился вопрос с ремонтом крыши на 17-х А. Крыша течет, надо ремонтировать, внесли программу, сейчас на бюджете этот вопрос, будем рассматривать. Тут же лифты, которые мы, к сожалению, не успели в 16-м, 15-м году доделать. Я считаю, нам в любом, эта программа плюс, бонус в ОСМД и людям заохотченных, чтобы они переходили в ОСМД. Эти программы нужно дальше поддерживать, дальше их в ОСМД. Волосуровали. Надо было еще 2. 3% обеспеченных, 1% обеспеченных, которые будут рекомендувать. До этого оставили за голову. Я... Я думаю, у меня есть интересы. Я в этом заинтересован. Сколько приезжать не можем, Дмитрий Николаевич? И если мы еще оставим целевая ОСМД, то им будет труба. Там у нас опять не придется. Я вам хочу сказать, что есть закон, тоже читал Николай Ниделайся, кто сказал, что вот нам не указ, постанова Кабминга. Мы должны, если мы говорим о этой дороге, мы должны их взять на баланс. Тогда мы их можем, она должна быть наша, мы их можем финансировать 100%. Если эта дорога будет на балансе ОСББ, хоть 1%, но есть закон, мы не можем пойти за мной. Если мы всю проезжую дорогу оставим за собой, мы можем тратить бюджетные деньги. У СМД мы можем только финансировать, хоть 1%, но и финансировать. В больших городах, в больших местах практика 7 на всех, 70 на 30. И еще раз, да, 70 на 30, и дают не на 5 роков, я это читал на 18 месяцев, на РИК на 2, а мы на 5 роков. И 95. И 95. Перше питание. Я хочу сказать про позицию, мы вчера обсуждали, я хочу, интересно вот в чем. Какая-то комиссия будет распределять. Так вот, давайте сразу договоримся какой-то комиссии, как вона деформироваться. Я звернусь до каждого керівника, голови комиссии, буду просить, чтобы каждый глава комиссии своим протоколом делал увагу к комиссии одного представника и своей комиссии. Комиссия в ЖКХ будет рекомендовать двух представителей. Итого, в цей комиссии, яка будет нараховывать по нашим розрахункам, где-то біля девяти человек, пять будет депутатик из каждой комиссии, как вы будете делаловывать. Это про состав комиссии, про состав комиссии, чтобы у вас не возникало никакой. По другим вопросам, мы договорились, что начиная с следующей недели, есть ректор СМД, в четверг, каждый четверг, или если сессия у нас уже назначилась на четверг, который я сделаю пропозицию, значит, это будет собирать всех ректор СМД каждую неделю и решить, вивчать все пропозиции. По дорогам, по ліфтам, все оговорилось с 20 головами СМД, которые на тот час были выбраны. И по прибутковых территориях, которые занимаются, тоже все обговорилось с директорами СМД. Это будет по этим дорогам. Поэтому мне одна задача – помогать новым созданием СМД и их директорам, членам правления, овладеть цей ситуацией, научиться управлять домом. И мы будем всегда поряд, и я не выключаю ситуацию, как вы сказали Егор, что, возможно, мы каждую сессию будем рассматривать какие-то пропозиции, дополнения и принимать по ним решения. То, что также по бюджету, если коэффициент инфляции, мы затверждаем 10 миллионов в 2017 году, если коэффициент инфляции за год поднимется на 1,7 на 2, значит, если затверждать будет бюджет на 2018 год, мы все будем ураховывать, это все в наших руках. Это не догма. Мы будем над этим працювать. Спасибо за увагу и за поддержку.